Здесь не шекспировская сага, это все было наяву. Пусть память сохранится вечно Артуру Ярошевскому. В далеком 64-м, 17 октября, Артур в Олексине родился, следом распалась и семья. Мать сына увезла в Одессу и вышла замуж там опять. Господь дочурку подарил ей, Анжела укрепила связь. Любимым стала человеком, Артуру сродная сестра. С младенчества ей был как няня. Взрослым писал ей, твой, а я. Как бы там жизнь его сложилась, коль рос бы в любящей семье. Учился в школе на отлично, смекалистый и при уме. Считала мать сына помехой, новому счастью своему. Стал реже появляться дома, проведывая лишь сестру. Бывало, мама загуляет, и дочь останется одна. Спасал тогда Артур сестренку, чтобы не осталась голодна. Способность или же талант у Ярошевского был будто. Кассовый чек он рисовал, потом меняя на продукты. Вскоре в спецшколу он попал. Так пожелала сделать мама. Гостинцев не везла ему, да и сама не навещала. В командировках отчим был. Мать мужиков к себе водила. Дочь тоже стала ей мешать. Сдала в спецшколу, чтобы не ныла. От безысходности и горя Анжела вены вскрыла там. Зашили и в дурдом загнали. Гали и закалывали хлам. В тот кон Артуру сон приснился. С сестрой случилась и беда. Привязанность их была крепкой. Душа сигнал передала. Рванул мальчишка из спецшколы. Узнать Анжелы, как дела. На спецучилище вахтырку попал с довеском он тогда. В четырнадцать забилось сердце. Артур влюбился всей душой. Тоня росла в семье примерной. Прервала предкам связь покой. Родителям не подчиняясь, девочка Пайка Артур ушла. Со спецучилища сбегая, к Тоню любовь его несла. Но вот попал на малолетку. Побег труднее здесь создать. Свидание только с родными. Артур по Тоне стал скучать. Анжела выручила брата. Свидетельство Тоне дала. Та на свидание ходила, как будто сродная сестра. Освободился Ярошевский авторитетным пацаном. С подругой и сестрой на хате менты застигли их втроем. А Артур еще был под надзором. Цветные стали подстрекать. И на глазах у него прямо стали они к Тоне приставать. Терпение как будто сплыло. И начался неравный бой. Легавые парня лупили, набросившись подло толпой. Сестра же время не теряя махнула рысью на балкон. Рукой держась за перилу, висела девушка потом. Кричала, прекратите драться, или я пальцы разожму. На пятом этаже все было. Менты ветировались тут. Разлука с Тонией случалась. Мать про любимую лгала. Злым роком почти встав до сына. Судьбу Артура бед внесла. В Херсон любимая с сестрой приедет и заключит брак. Тогда еще у молодого найдет чахотку из кулап. Суд Каменки Днепропетровской три года даст 17 лет. Попал на зону он за драку. То был его унистет. Из малолетки на взросляк Артур стал ярый и отрицала. Менты замучились ломать. Духа его на всех хватало. В 22 года 8 лет суд Ярошевскому отмерил. Вменили кражу и разбой. За дубликаты срок довесил. Не вылезал он с корцеров, пройдя все ломки Украины. Взгляд обратил к себе вора. Своей волей нерушимой. Был Ярошевский справедлив и духовитым бесконечно. Мен как-то с ним поговорив, стал адвокатом скоротечно. Законник 28 лет. Артур один из самых юных. Традиции он соблюдал. С теплом был к правильному люду. Откинулся вор по звонку. Братва подъемные собрала. Греф он развез по лагерям. Душа его жадности не знала. В Одессе застыдил Артур всех тех, кто личным жил, не общим. Формировать стал он общак. Как подойти в дальневосточном. Город делили Карабас и бизнесмен Жора Стоянов. Второй все мэра продвигал для пролоббирования планов. Чеченцы как противовес Одессу маму подминали. Наркоторговля бойко шла. Чиновников всех подкупали. Котовского поселок вор выбрал под шеф на площадкой. Кавказских рыночных барыг он обложил данью стандартной. Присек отравой торговать дельцов чеченских Ярошевский. В Москву все начали роптать. Достал авторитет их местный. Одессы мэр Нохчи продался. Барыгам дав зеленый свет. Стоянов за бугор смотался. Подальше от возможных бед. Был Карабас против чеченцев. За что расстрелян был Убань. Артура ждал ряд провокаций. Где пострелял он по ментам. СМИ сообщили от Баклана. Цветные женщину спасли. Условно дав вору два года, Артура каждый шаг пасли. В 32 года под условкой, чтобы подставы избежать, вор в Уикогославию уехал. Там зиму смог он переждать. В Одессу к сыну в день рождения Артур приехал втихаря. На майские в любимый город ждали сестра там и друзья. Днем погуляли возле моря. В бар вечером с гурьбой пошли. Ментов излюбленное место. Не знали, жаль того они. Толкнув Анжелу и обидев, наставили менты стволы. Вор оскорбление услышал и в тот же миг они ушли. Сестру отправив на попутки, Артур поехал за цевьем. С обидчиками рассчитаться. Был хамстов очень возмущен. Вернувшись и вооружившись, за чинчиком вор объявил. На улицу, чтоб выходили. И он остудит там их пыл. За спины спрятались опадлы. И заварушка началась. Было там выстрелов немало. Граната даже взорвалась. 16 раненых, 5 трупов. Итог вендетты был таков. Артур с командой удалились, попав в опалу у ментов. Берку 12 мая хату с Артуром штурмовал. Вор Харакири себе сделал, но врач успешно откачал. Пожизненное присудили, когда сынишке годик был. А дочка только лишь зачата. Детьми бог вора наградил. Был президентом Янукович, а мнуху многим обещал. А за отказ от воровского Ющенко волю предлагал. 17 лет страдания длились. Частично в Винницкой тюрьме. Турберкулез вдруг обострился. Спавший давным-давно в дворе. В туб-зоне города Херсона Артур закончил свои дни. Был похоронен он в Одессе. В городе счастья и любви. За дух и волю, честь и память. Назад кто в жизни не сдавал. Традиции хоронил упрямо. Волю на совесть не менял. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.